Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я главным поставщиком фарфора фаянса, лимонных вот этих карамелек, монпатье, сыра, масла, прости, пожалуйста, масла. Но у меня есть только подготовка к этому. Конопли. И конопли. Ну, не только конопли. Это я говорю сейчас о наших игрушках с тобой. Поэтому в русское чаепитие мы с тобой должны, можем, хотим, любим играть. И я очень люблю, чтобы всё было по тону. Ну, вон у меня, видишь, птица райская бьётся на чайнике розовое. Я решила убрать голову тоже розовым. А какой у тебя изумрудный прекрасный. Золото розовое, изумруд на чайнике. Да, роскошно. Это же наш герой. Это пока... Я надеюсь, что до воскресенья я ещё получу какие-то сюрпризы. Да, дорогие друзья. Подготовленные сюрпризы. Называются заказы. Подарок самой себе. Да. Это очень... Немножко засвечивает. Не видно цветов. Да, не знаю, почему. Нет, нет, нет. Всё видно прекрасно. Да, вот сейчас... Каталоги Дулёва вообще не засвечивает. Сейчас так хорошо всё сделано, удобно. Это прекрасная... Это третий уже этап этой прекрасной формы. Разные росписи, знаешь, эпохи. Кто-то экономил, кто-то украшал. Прости, я тебя перебью. Просто мы так сразу с тобой с места в карьер пустились. А всё-таки... Время дорого, Геннадий. Мы много дел. Но наши зрители не обязательно знают о том, о чём мы с тобой договорились. Мы же не обо всех своих договорённостях сразу ставим в известность. Так вот, договорились мы о том, что ближайшие три дня мы посвящаем так или иначе русскому чаепитию и связанными с этими темами. Я прям застыла с чайником. Тем, из чего наши предшественники пили чай тем, так сказать, узором, которым украшали и так далее, и так далее. И это всё дико интересная тема, дико эмоциональная тема. И мы так отделили наши... Хотя бы был минимум, чтобы прилично выглядеть для того, чтобы гостей приглашать. И вообще, что должно быть дома. У невесты, на выданье. Три наших эфира разделить примерно таким образом. Сегодня мы говорим вообще о русском чаепитии. И Татьяна подготовилась с ушками и с лимонными дольками. Я значительно скромнее, зато я с краснодарским чаем 2020 года. А завтра мы говорим о русском фарфоре, о древолюционном, настоящем русском фарфоре. И мне будет вам что показать. У меня будет выставка достижений древолюционного хозяйства. А в воскресенье мы как бы всё это дело округляем. У нас будет эфир, посвящённый цветам. Цветам на фарфоре, цветам в жизни, цветам, которые сейчас великолепны у приколоты к рубашке у Татьяны. Ну и вообще забрались в самую любимую мою шампанку. Посмотрите, Фрези. Повторите. Но я считаю, что они бьются по цвету. А уже, знаешь, здесь осталось только... И потом, посмотри, как цветы выбрались отсюда, из-под кладки этого прекрасного узбека. Да. Как красиво подбивали этим ивановским ситцем. Это всё цветы. Так что темпа цветы будет много. Мы хотя бы... Я намекнула, как вообще называть цветы. И сегодня разговаривала с шикарным профессионалом, любителем, молодым бомбианом. Я бы сказала, успешным бизнесменом, который дал мне очень хороший пример, почему эта тема цветов, я думаю, у нас с тобой родилась. И вообще она очень актуальна. О том, что если человек знает 5-7 названий цветов, роза, гербера, гладиола, то уже считается, что очень неплохо. А если человек знает 20, то он уже интеллектуал и, в общем, садовод. Уже акварели пишет и может отличить. Или знаток, ценитель прекрасного, когда может атрибутировать натюрморт. Я в этом преуспела, поэтому тема моя любимая. Воскресенье буду ждать. Осталось сколько? Два дня? Сегодня пятница, да. Но пока у меня цветы везде и всегда. Я цветы люблю. Я считаю, что... Ну, я родилась на севере, поэтому цветы должны быть всегда на столе. Если не живые из домашней оранжереи и теплички conservatory, то хотя бы красиво, понятно, я реалистично расписана на фарфоре. Поэтому, да, тема... Я не буду скучать и я не буду раздражаться. Тема шикарная. И сегодня не все про фарфор. У меня еще и прекрасный мальцов в полный рост. Потому что чем блеснуть? Тем, что есть дома лучше. Я в экран решила выставить, сложить здесь в три яруса. Видишь? Сложнее всего дались лимонные дочки. Потому что реально я... Ты знаешь, я очень люблю промышленный дизайн. И как раз Татьяна Валентиновна Парфенова, она ведь... Это была ее специализация в Мухе, в Мухинском училище в Штиглице. Она заканчивала как раз промышленный дизайн. И наша с ней любимая была тема. Это было как раз рассматривать то, что было и как это было. И нельзя купить эти дольки. Не нашла ничего похожего. Сейчас называется все это лимониада. И коробочка, наверное, стоит очень дешево. Но исторически, ты помнишь, какая была упаковка душистого мыла? Ради одной бумажки можно было терпеть этот аромат. И чай, помнишь, как был упакован красиво? Это же был абсолютно советский индустриальный дизайн. Но он был хороший. Этот чай казался мне чем-то вроде банкнота. Это упаковка чая. И как это называлось? Не фантик, а как это называлось? Упаковка. Упаковка чая. И на дамске было красиво. Я все помню. Визуальный ряд. Это был магазин. Помнишь, как консервы? Я приехала в этом году в Мостур-флоте, в город Городец. Ну, самовары я посмотрела, игрушку городецкую посмотрела. Все было нормально. Но, естественно, моя любознательность, ты знаешь, в борьбе за халво и за печенье. Я в любом круизе могу отстать от парохода, лишь бы я все с клюковкой, с брусничкой все печенье получила. Я зашла в Бакалею. В продукты просто. Это в Питере Бакалея. Там была просто продукты. Вархал просто умер бы от зависти, когда увидел этот прекрасный мерчендайзинг консервов. Мясо, белое мясо, рыба, долгого хранения этого сезона. И все это было выложено, но владелец Лего бы тоже подучился. Это был шикарный, богатый, творческий мерчендайзинг. Это были стеллажи консервов. Знаешь, как раньше был прилавок, а за ним была вот эта выкладка товаров. Поэтому на фоне всех этих впечатлений русское чаепитие накрыть несложно. Все лучшее, все самое вкусное. Не знаю, в кого я сегодня хочу сыграть, потому как я знаю, что в Петербурге больше пили кофе. Но society, дома, когда приглашали, приглашали, конечно же, на чай. И я должна с тобой выбрать. В аристократа навряд ли я сегодня сыграю, потому что дворцового сервизика у меня нет, даже в разнобое. А если нет дворцового сервиза, то кто ты? Если у тебя просто серийный сервиз, или тебе в отеле один понравился. Ну, у тебя есть практический сервиз Павла Первого, тоже имеет отношение. Да, да, но ты знаешь, ты сказал, что сегодня русская тема, я все русское достала. А, ну, конечно, ты меня будешь дразнить сейчас. Да, у меня новшество, у меня кубачинский подстаканник. Кубачи. Да, Дагестан, 50-е годы, знаменитое кубачинское серебро с хрустальным стаканом. А стакан прилагался? Да, мне прислали в подарок, и все было вместе. Я не против, я хочу быть поле чудес, потому что мне, кстати, в подарок прислали тоже очень ценную вещь. Я позволю тоже похвастаться тебе. Это, ну, люди поняли, я не всезнайка, и мне часто пишут замечания, и прислали мне в подарок энциклопедию. Это русская художественная керамика 18-21 века, иллюстрированная энциклопедия. Ну, вот все, на любую букву, это как словарь иностранных слов я могу теперь читать. А я тебе сразу покажу, потому что мне для тебя передали книгу. Ну, я просила. Смотри, какая. Оно дулево. Дулевский фарфор Кузнецовых. Роскошно, роскошно. И еще одну книгу должны были прислать? А, да, ту книгу, да, конечно, тебе прислали тоже. Вот она. Ну, чтобы не тратиться на частные разговоры вне эфира, я решила сразу все проверить. Это гениальный подарок. Ты понимаешь, что я работаю тут почти мейстером. Какое издание. Ну, это то, что, кстати, я обязательно сделаю пост про это издание. Я даже не решилась его посылать по почте. Я просто не на 10% и не 15%, а на 30% в знак глубокого уважения наклоняю голову, склоняю голову и делаю поклон этому человеку, который создал, переиздал этот тираж. И действительно, я сделаю отдельный пост, и он очень скромно сказал, что он не может сделать скидку на это издание, оно стоит 12 тысяч рублей, что это войдет в его бюджет по работе над следующими изданиями и его всеми этими прекрасными материалами по той теме, которая нас с тобой очень интересует. Поэтому энциклопедию рекомендую. Сейчас наверняка будут спрашивать. Издательство «Академия Москва. 2017 год. Искория искусства и керамики в России». Пью я сегодня. Ты что пьешь, завариваешь краснодарский? Сейчас я прямо расскажу. Это целая интересная история. А «Дулевский фарфор» — это «Москва. 2017 год». Это автор Ралли Ревгатовна-Мусина «Дулевский фарфор», «Кузнецовы. 1832-1919». С фантастическими рисунками, фотографиями книга для тех, кто интересуется. Я посылаю тебе, чтобы не сорвать себе психику, в общем, держать себя как-то под контролем. Потому как, если я еще получу эти книги, то я и так, знаешь, свой километраж практически насильно себя вывожу из дома. От книг, от эфиров, от зумов, от прочего. Конечно, классно. У нас не только есть в эфирах вкрапления о книгах. Книги есть у нас дома, как вы знаете. Поэтому классно или не классно, но действительно, это наша жизнь, Геннадий. Поэтому спасибо, храни, собирай. У меня для тебя тоже сатерны, другие. Здесь у меня тоже есть экспозиция твоих товаров. Поэтому у нас с тобой будет, я чувствую, но пока прогнозы не очень хорошие. Поэтому я к тебе приехать не смогу очень долго. Поэтому действительно, аристократическое чаепитие мне закатить не удалось. Дворцовых намеков нет. Все мое дворцовое чаепитие петербургское должно было бы походить на хорошую Англию, на хорошую Францию, естественно. И это был бы, конечно, хорошо заваренный чай с молоком подавалось бы. И действительно, мне стоило бы пригласить, я бы уже не справилась один на один с тобой. Мне следовало бы пригласить соседей из поместья, из мыс, скажем так, или из дворцов в Вышгороде. Но это не было подготовлено, поэтому в дворцовое чаепитие я играть не буду. Второй тип чаепития в классификации, он так и называется, купеческий. Чай не такой крепкий, не такой изысканный. Я, кстати, ни в чем себе не отказываю, пью тигуанинь. И его можно заваривать до 10 раз, я оптимизирую. В общем, пятница, имею честь. И что удобно, в самых современных сервизах все равно я справедливая мама, сливочник, я его не использую. Поэтому купцы столько на чай не тратились. У них был чай, у них была своя ложечка чая на чайник. Это уже все было чуть-чуть оптимизировано, пили они его подолгу. Но они, кстати, в сервиз, и это всегда продается и сейчас у русских производителей, чайники, которые назывались водяными чайниками. Это был такой большой объект, кстати, украшающий быт. Двухлитровый чайник, да? Да, да. И он действительно наравне с вазой украшает. И это действительно там золото, позолото шикарное, это всегда украшает. И чайники ставились по два этажа. Да, два друг на друга ставились. И вот как раз этот водяной чайник, я тоже, если к слову, мы упустили молочник, но может быть водяной чайник или ваза большая парная, потому что вазы пошли сначала. Первая, конечно, ставилась. Помнишь, всегда климат на севере, и даже в Москве эти живые цветы всегда стоили очень дорого, поэтому всегда украшали вот этим прикладным искусством, цветами, яркие позолоты. Это всегда давало такое красивое, украшало. Это и было украшение стола. Поэтому вот эту крепкую заварку, заварочный чайник, ее тоже все время смывали, смывали. Я очень хорошо помню, кстати, наверное, моя бабушка делала точно так же. Был самовар, потом сливался заварочный чайник в него, он остался на водяной чайник, в самовар сливался водяной чайник, он грел этот прекрасный чайник заваркой, и чайник заваркой всегда опустошался. Это та же, в принципе, китайская история от того, что ты сливаешь, 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 и, в принципе, хороший чай, они действительно ценили хороший чай. И как раз вот эта прекрасная купеческая традиция, если аристократическая, пара аристократическая, помнишь, это даже визуально, и на всех картинах тому есть масса подтверждений, это будет плоское блюдце, чашка. А у купцов уже обязательно, помнишь, у всех прекрасных наших с тобой любимых авторов, всегда есть ручка, которая удерживает блюдце, в этом грация, и я так умею, стараюсь. Да, да, обязательно. Купчиха и купец, и всегда это происходило. И это было блюдце, которое заменяло чашку. Мизинчик. Да, мизинчик и пальчики. У тебя слишком стройные пальчики. У тебя слишком стройные. Ну, хорошо получается, хорошо получается. А ты, кстати, заметил эту прекрасную чашку для усачей? Была специальная чашка, в которой вставлялась такая накладка. Иногда она даже не вставлялась, иногда прямо в паркорах. Ну, часто она была съемная, и как раз это был такой, я считаю, что это был гаджет для усачей. И действительно, ты мог, не замочив и не намочив молоком усы, мог... Ну, кстати, крошки от всех этих бубликов, помнишь, от пирогов всегда оставались на бороде и на усах дедушкиного брата. И я всегда отвечала за то, что я должна была ему причесать и показать ему, что... Потому что он был такой человек со странностями и сам не справлялся. И я всегда за его бородой следила и знали, что это моя маленькая функция, откуда я всегда в бороды разглядываю, две комплименты даю. Ну как, семья подсказала. Он таял, таял, естественно. Они не могли обидеть его и сказать, что у него там что-то в бороде повисло. А я как раз должна была как санитар бороды, как санитар леса с этим справняться. И было, конечно, мещанское чайпитие, потому что эти прекрасные мещане, которые попали в город, и промышленная революция, железные дороги, как это называется, водоворот товаров и прочей роскоши, и чай, и фарфор, и все стало доступным. И люди приехали жить в город и тоже хотели подражать, но не подражали купцам, а подражали аристократам. Поэтому, естественно, производители фарфора и стекла снабжали их похожими предметами, копировали. Если дворцовые сервизы русских мастеров, они копировали, ну скажем, Богемию, Чехию, или копировали Севр, или копировали Лимош, или копировали Великую Англию, то, естественно, уже для мещан копировали копии. Поэтому, естественно, посуды было много, она была в разной цене. И прекрасные братья Кузнецова, история, кстати, удивительная, они двоюродные братья. Они занимались одним делом, они умело помогали друг другу, и поэтому они судились десятки лет. Кто-то по лицензии купил печь, кто-то без лицензии. Но тем самым они создавали хороший очень рынок, да, и Кузнецовского. Почему Кузнецовы, а не Кузнецовы? И как раз вот в этом споре рождилось огромное количество в конкуренции прекрасных сервизов, и сервизов, и чашек. У Кузнецова, кстати, вместе взятых, у них было около 400 видов чашек. То есть, представь, они снабжали все ниши, образно говоря, все типы стола. Кузнецовы преуспели, у них было 1700 форм. Помнишь, я рассказывала, что я была на Бердардо, в пятом поколении семейный бизнес. Они гордятся тем, что у них есть около 2200 форм в картотеке, скажем, в картотеке, в хранилище форм. Так вот, у Кузнецовых было 1700 форм и 1000 декоров. Ты можешь себе представить, сколько? И потом они распространили заводы и по России, и на Украине, и поставили один завод в Риге, да, как большой порт и стратегический. Да, и в Средней Азии были тоже. Да, и они преуспели, их было много, и представляешь, в совокупности они давали такое огромное, огромное, огромное количество, огромное количество красивой, узнаваемой продукции в разных категориях. И я специально узнавала, потому что, например, я очень люблю на Авито и на других сайтах, всегда показывают задник, всегда есть клеймо. В советское время всегда было клеймо, я имею в виду клеймо, штамп первый, второй сорт, высший сорт, это всегда было высшее качество чая. Помнишь, это всегда было прописано, такой был стандарт. С одной стороны, Хрущев хотел все причесать на нет, но с другой стороны, он всегда показывал, за что человек платит, правда, это было. Так вот, у Кузнецовых, например, у них не был прописан сорт, он определялся по весу и качеству фарфора, и всегда была пересортица с брачком. И вот за эту пересортицу с брачком шла огромная борьба у мещан. Образно говоря, в торговых домах эти лоты уходились, как знаешь, из-под полы, потому что это было почти то, но не то. Но в этом была особенная история, это есть у Гелировского, это есть, ну, действительно, это была охота, охоте подвержены не только мы. Охоте были подвержены те, кто хотели успеть быть похожим, преуспеть, wannabe, social climbers, как бы мы их сейчас ни назвали. И, естественно, чем дешевле была продукция, тем меньше было ручного труда, и, соответственно, это был такой псевдоаристократизм, это была копия. Но в то же время она все равно, понятно, что в России, это очень важно, что в России никто никогда свой материал в России не было. Его всегда привозили из Англии до 1917 года, всегда. Это был привозной материал, из которого замешивали там фарфор, и краски, как ты знаешь, привозили, и были огромные стипендии. И самые умные производители фарфора нанимали студентов, не только Бернард Орнов, ЛВМАш, поручал шампанским домам, не в маркетинг тендеры объявлять в Америке, в Англии. Они сказали, идите в художественное училище. Исторически было так. Промышленники шли в художественное училище, как Кузнецовы пошли в прекрасное, в Штиглиц и в Строганов. И они попросили художников, молодых художников давать идеи, одновременно они давали им стипендии. И так развивался этот шикарный промышленный дизайн. Поэтому птиц у меня здесь не унять. Ты помнишь, мы с тобой прекрасно, красиво говорили о Петербурге, кстати. И прекрасные эти Корниловы, как ты знаешь, тоже пять братьев с мамашей взялись за дело на выборской стороне. И Корнилов еще, кроме того, что он клеймо ставил определенное, естественно, борцовый сервес имел золотое клеймо. Это понятно. И это было, и ставился герб царя, и все было атрибутировано. Корниловы сделали, ну я считаю, сделали революцию, создали моду на этот слоган Made in Russia. Они по-английски это с синим кобальтом прописали. Удивительно, откуда это пошло. Англоманство. Да, и, кстати, мода на вот этот русский фарфор началась в 1900 году, когда прекрасная всемирная выставка в Париже сделала две или три премии, получил Кузнецов. Именно за свою невыдающуюся роспись, да, и за свое выдающееся качество. И все стали охотиться за русским фарфором. И, как ты знаешь, они много предприняли, и завод построили. И даже потом, в советское время, когда, ну там, после 1917 года, случилась вообще очень хорошая ниша. Естественно, было очень много форм готовых, да, и для императорских сервизов, и для мещанских сервизов, и для разных производителей. Формы были, но в основном использовали формы этих дворцовых сервизов императорских заводов. И на него рисовали пролеткульт. И за этим, за это Сонбис и Кристи сплатили огромные деньги, потому что это было уникальное качество. Уже потом, в советское время, эти формы стали хоррировать, придумывать новые формы. Они не удавались, вернулись к этим прекрасным исходным формам, стали их повторять, потому что в геометрии выверенности формы они были идеальны, и быт на них был настроен, да. И поэтому началась новая волна. Но вот эта мода на русское, это действительно браво этим прекрасным кузнецовам, которые заявили, сделали. Ну и вообще эта выставка была для меня очень знаковая. И потом в Лондоне, помнишь, следующие всемирные выставки в Лондоне, как раз Queen Mary получали, естественно, всегда были подарки, и она получила один фарфоровый сервиз, как ты знаешь, Хэрэнд в подарок. И она сказала, да это такая красота и столько ручной работы, что она не англичанка, все в розочках и птичках было. Она сказала, это я себе оставлю и с сегодняшнего дня только этими сервизами буду пользоваться. Поэтому, ну, кстати, всемирная выставка, ведь Кузнецовы, основной торг Кузнецовых еще до и после всемирной выставки в Париже было где? В Нижнем Новгороде, на ярмарке, правильно? Вот это знаменитые ряды нижнодородские, которые красоты дивные, не знаю, когда и как их восстановят, и соляные, и торговые ряды. Это для меня, ну, один из самых красивых набережных на Волге, действительно, это выставка, это набережная, где проходила эта ярмарка. И туда приезжала Персия, туда приезжал Китай, туда же приезжали все за этими лотами русского фарфора. Они снабжали, образно говоря, весь мир. И это была такая торговля, которая, естественно, почему часто спрашивают. Кто-то написал красиво пост, да, что спасите, как эти прекрасные предметы оказались за границей. Во-первых, была контрабанда в советское время. До этого они вывозились, их покупали, за ними охотились. И это была целая огромная мода, осколки, которые до сих пор мы прекрасно находим. Про Англию даже очень понятно, как там оказалось. Я тоже читал этот пост. Дело в том, что Кузнецов много поставлял в Индию. Да. И много поставлял в Индию. Вот чай, где был чай? В Индию. У англичан же. Когда она еще была британской, естественно, до 40-х годов. И, соответственно, потом англичане, которые из Индиы изжали, они забирали с собой это и привозили обратно в Англию. И, например, ты же помнишь, что когда в России произошла революция, Латвия оказалась за границей. В Латвии, в Риге, у него тоже была фабрика. И эта фабрика единственная из кузнецовских фабрик осталась во владении кузнецов. То есть все остальные-то были национализированы, которые называются уже совершенно по-другому. А эта называлась кузнецовс. И вещи продолжали поставляться на экспорт. Ту же самую Индию довольно активно в 20-х, 30-х годах. И таким образом они и попадали потом. Ну все, кто пили чай, наши с тобой любимые страны. Прекрасные Ираны. И Узбекистан. Помнишь, что в Узбекистане, какие роскошные? Да, да. Ну там вообще специфическая история. Там до сих пор полно этого всего сохранилось. И этим пользуются ежедневно. Если я буду сербать, это обязательно и через сахар сосать чай, то это все нормально. Сербать? Сербать? Я никогда не слышал такое. Сербать через сахар пить чай. Ну вот сахара у меня нет. Но я должен сразу сказать, я сегодня в посте своем, когда я поставил вот эту выдающуюся, по-моему, по цвету и по вообще всему чашку, я ошибся. Я не посмотрел материалы на сайте, а посмотрел просто, так сказать, то, что клеймо стоит ДФ, и погуглил немножко. У меня получилось, что это Дмитровская фабрика. Дмитровская, которая в Вербилках, а которая бывшая Гартнера. А и мне Зорка Евелина Хромченко немедленно указала в Инстаграме, что она серьезный коллекционер. Она мне указала, нет, но это же, это Дулёва. И я сейчас уже, я, так сказать, знаешь, задним умом, здесь же есть список всех клеймов, я посмотрел действительно вот это, ну, в смысле, у меня, я и не думал сомневаться в том, что Евелина сказала, но я посмотрел, это действительно клеймо Дулёвского завода Кузнецовского, которое ставилось, вот именно это клеймо, которое, вот оно, вот оно выглядит вот так, оно ставилось с конца 19 века, с 98 года, где-то там по 12, то есть это самый конец 19, начало 20 века, но это потрясающий совершенно цвет. Так это был пик, это был пик русского фарфора, не хочу никого, ну, не в обиду будет сказано всем моим любимым советским художникам, и Леонов, и Воробьевский, ты знаешь, это для меня имена до дрожи. Я не коллекционер, но я могу отличить, и как раз клеймо ставилось под эмаль, а имя художника, или мотивы имени художника, по которым сегодня расписаны эти изделия, это все прописывалось сверху, и это было, сербать говорят не только в Сибири, сербать говорят где везде, где любят чай, поэтому я в Сибири никогда не была, побывала первый раз 6 лет назад, но моя бабушка это слово знала, правда, они шли из Тибета, шли на Угры, поэтому здесь этимология прекрасная, и много слов таких, которых вы удивитесь, что я знаю из детства, поэтому, да, это на самом деле, скажи... И я хотел, знаешь, что сказать? Да. Я... У меня интересная, конечно, тут произошла такая... Это кают. Вырыт кают. Сопоставление немедленно, потому что, ну, это самое начало 20-го века. Да. Ты знаешь, когда был посажен первый промышленный, первая промышленная плантация русского чая в Краснодарском крае? Когда, в 32-м? Нет, ровно в это время, 1901 год. Да ты что? То есть, вполне возможно, что это чашка, а это, видишь, это, по сути, китайская заварочная чашка, то есть, это чашка с крышкой, которая... Там вставлялась ситечка, которая есть у тебя, ситечка? Нет, ну, конечно, там вставлялась никакой ситечка, они не использовали ситечка, просто клали заварку, размешивали, наливали кипяток, закрывали крышкой и так прихлебывали. В Питере у тети Майи Соба всегда была такая чашка, она аккуратно вставляла ситечку. Позже, конечно. Да, позже. И прекрасно пользовалась. Что я хотел сказать, потому что у меня такая, знаешь, тоже сегодня флешбек. Я 1985 год, первый курс закончился, и я еду в университетский лагерь, в Лазаревскую. Еду из родного Калининграда двое суток на, значит, этом самом, плацкартном поезде, плацкартном вагоне. Потом где-то, по-моему, не на том полустанке выхожу и, значит, еще шкандыбаю до того места, куда надо. В общем, полное приключение. Наконец поднимаюсь. А, выхожу не на том, потому что это был поезд, ну, там типа Калининград-Сочи, Калининград-Адлер, который, естественно, не останавливается на каждом полустанке. Я сошел, ну, предположим, на полустанке Лазурный берег, а мне нужно было Лазаревское или что-то в этом духе. А Лазурный берег, как раз там рядом, есть село Ахинтам, или Ахинтам. Ахинтам, как произносят абхазы. Село, где одно из тех, ну, там буквально их пять сел, вокруг которых, их ведь не так много. В Краснодарском крае сейчас, сейчас, это всего, там, сто с небольшим гектаров. Сто с небольшим гектаров. А первая делянка, ты можешь себе представить, первая промышленная делянка, с которой началось в 1901 году, интересно, что, значит, это село Салахаул, и человека, который высадил эти первые кусты промышленные, потому что до него, до него еще лет 20-25, там была экспериментальная станция Академии наук, и там был такой... А, я вспомнила, Эйбильский фотографировал. Рейнгольд Гарбс, из ваших, из прибалтийских немцев. Может быть, из поболжских немцев. Он, по-моему, был из прибалтийских, я что-то такое читал. Все-таки, ты знаешь, именно любовь к ботанике, у вас там более... Потому что у нас всего мало, чего мало, то берегом. и поэтому он был экспериментатор, он именно, он завез из Аджарии нынешней семена, культивировал, но никакого промышленного значения не имел, это примерно так же, как на Цейлоне в ботаническом саду выращивали. А уже вот этот вот, в 1901 году, его звали Иуда. Интересно. Его звали Иуда Кошман. И он, значит, в 1901 году получил первый урожай. У него было всего 13 соток этого самого чая, чайных кустов. 13 соток. Ну, это что, была камелия синенсис? Или это была осамика? Я не знаю, потому что везде пишут просто, что это семена из Грузии были привезены, из нынешней Аджарии. Какие там кусты в Грузии, я... Так, вот этот прекрасный художник Бельский, помнишь, который подкрашивал свои принты, свои... Как это? Он очень много снимал эти плантации, потому что эти дамы, которые собирали, ну, дамы, женщины, которые собирали чай, рвали чай. Они, естественно, были обвязаны платками, и это все было очень красиво на фоне этих прекрасных чайных плантаций. И у меня эти где-то фотографии в файлах есть, и я сегодня же рассмотрю после эфира. Это безумно интересно. Я за то, чтобы я очень в детстве любила краснодарский чай. Я тоже, я тоже. И ты помнишь, был же, значит, это и сейчас, эта классификация, они стараются, ну, есть некая кооператив, ассоциация, я не знаю, производителей чая, они пытаются вот эту советскую классификацию, там был, помнишь, букет Кубани, да, потом был сорт экстра, высший сорт и первый сорт. Значит, букет Кубани, оказывается, это был единственный чай, который был только из краснодарского чая. В экстру можно было подмешать 25% других чаев. Экстра фейнгс, экстра фейнгс. Высший сорт, это половина на половину примерно, и 30% в первом сорте было только вот этого самого краснодарского чая. И это, ко всему прочему, это же, мало того, что это русский чай, это самый северный в мире чай. Да, самый северный в мире чай, потому что все остальное производится южнее. Поэтому тщетно англичане и французы пытались это у себя вырастить в предместе. Но теперь технологии привитых, модифицированных, естественно, это все чуть-чуть иначе. Вот эта борьба за камелию синензи, за лепестки чая, она меня абсолютно захватывает, конечно. Кстати, мы вчера говорили о мистере Сетти, о прекрасном индусе, который создал лондонцы, который создал свой ньюби. И он как раз ведь, я вспомнила, я вечером думала о его судьбе, гуляла в парке, и я вспомнила, что он 14 лет ушел к ирландцу, который был какой-то, ну, один из самых больших торговцев, импортеров чая. И отсюда началась, а ирландцы, как знаем, где были ирландцы, евреям делать нечего. Ирландцы все быстренько оптимизировали и торговали больше, чем шотландцы. Я вчера посмотрела в архивах, и действительно, помнишь, первое, что в советское время было и Орианта, как будто мы не могли, другие, Тхайниман не мог привезти дьюти-фри магазины и продавать это таким хитрым образом. И в Шанноне садились самолеты, которые летели в Америку, помнишь? Это была целая огромная операция. Молодцы ирландцы. И, конечно, эти прекрасные склоны, и вот это все, ну, природа, и вот эти... Я не против. Иван-чай, я не против. Это тоже русская традиция. Просто я люблю чай, в котором есть и тин, и кофеин, и я люблю крепкие сорта чая, и ничего с собой поделать не могу, но мою их здесь по многу раз. Поэтому вот это равноценная история очень хорошего чая и очень красивой подачи семейной, правильно? Поэтому вот эти прекрасные, я, конечно, ты видел, мой пост с прекрасным Корниловым, лаконичным, красивым. И сколько, если у Кузнецова было такое количество дизайна, то действительно попробовать одной чайной парой, как тебе эти цвета в интерьер, как тебе это подходит, ну как выбрать сервис? Ну и мне очень сложно выбрать один сервис. Обычно получается случайно, и ты его усыновляешь, живаешься с ними, начинаешь его там адаптировать, подстраивать под свои нужды. А с чайными чашками, чайными парами можно, ты волен их коллекционировать, ты можешь менять себе настроение, ты можешь играть в определенный чай, в определенную, ну, в свое личное творчество и здесь и пригласить гостей, поговорить на эту тему, поэтому я ведь прекрасный аристократ, я сегодня рассматривала, конечно, и живопись русскую, и все приходили соседи, и столы ну вот на террасе, помнишь, это скатерть красивая, семейная, где-то дырки подштопаны, это было, но это была реликвия семейная, она накрывалась, это была наследственная вещь. ну, это, кстати, до сих пор живо, на старые, вот эти старые подмосковные дачи, не дворцы, так сказать, с золотыми унитазами, а старые, особенно в старых поселках, где еще сохранились, на Николине, в Кратово, чуть-чуть этого еще есть, эти деревянные дачи, прекрасные с грантами, помнишь, под Питером роскошные дачи, роскошные в обмороке сами от себя, эти кусты сирени, черемуха, и почти не заходящее солнце, и комары жужжат, и этот самый чай, и эти долгие разговоры, и это, конечно, в полголоса, потому что дети уже спят, и я мальцев использую мальцова в полный рост, у меня здесь не модерочка, конечно, а у меня все тот же сатерн, поэтому это всегда были, всегда были ликеры, наливки, всегда были, они как раз в графинах подавались, да, и это всегда было угощение, водочка имела место быть всегда, и подавались эти пироги теплые, все это было, это был действительно настоящий саппер, настоящий саппер, это понятно, что в трактирах, когда это, и то, даже в трактирах, как ты помнишь, был свой сет закусок чая, это обязательная игра, это длилось долго, и потом в этих прекрасных чайных, кстати, знаешь, где не пили, в каких регионах не пили чай, я специально справилась, и мы обсудили сегодня накануне, чай не любили казаки, казаки, донские казаки не любили чай, чай не пили много в Питере, но потом насадили чайные, там как раз потом большевики, все эти прекрасные агитационные чайные происходило в чайных, как Гитлер потом в пивных собирал, да, чай не пили на Украине и Белоруссии, не оценили, не было в ходу, не было в быту чая, пили травы, заваривали травы, заваривали, ну, во-первых, Чингисхан не доходил, это интересно, я уверен, что в черте оседлости, вот где выросла, откуда семья моего отца из Литвы, но это же и Белоруссия, и это и Украина, и это весь огромный вот этот пласт идиш, этой еврейской культуры, они, конечно же, чай пили, и, собственно, они чаем и торговали, и, например, у моего деда, у моего деда был колейный магазин, собственно, но он торговал, у него немножко ассортимент был другой, он там с вечным воском торговал, еще чем-то, какой-то мелочью, но мне кажется, что отец говорил, что... Я неправильно выразилась, не пили крестьяне, естественно, знать, подражало, знать, путешествовало, знать, всегда ценило чай. Нет, ну, городское население, конечно, и слои населения. Литва, которая, которая хуторская, да, конечно, на хуторах была... Была хутория и травы. Да, была... Ну, и чай тоже пили, конечно. Так вот, ты знаешь, я просто закончу эту историю, которая меня взволновала насчет Краснодара, да, и у меня сегодня все эти воспоминания о Лазаревском, это же все эти места, там, собственно, Дагомыс, это чайные места. И я вспоминаю просто, я был там один раз, и вот этот первый курс, и там две или три недели какого-то счастливого абсолютно времяпрепровождения, учебе, акробатическим танцем, чего-то такое-то, ну, интересно. Но, и я помню, что это было все окружено вот этими чайными плантациями, тогда еще советскими, на исходе. Потом все это, естественно, пришло в запустение, так же, как и виноградники, и чай в 90-е годы, в чайные плантации тоже пришло в запустение, и сейчас, мало-помалу, все это дело возрождается. Я тебе сказал, что, ну, слушай, 8, даже не 100, 85 гектаров сейчас всего занято чайными кустами, 85 гектаров. Это, ну, это фьють-фьють, это там, я не знаю, полуцейлонской деревни. Но интересно, что появляются какие-то люди, вот мне, я сегодня пью чай, просто, смотри, это чай этого года, и это фермеры, это семья, которые буквально там на плантации познакомились, его звать Адам, езвать Антонина, фамилия у него, кушт, и они, чайные плантаторы, там, так сказать, у них 4 гектара из этих 85, то есть у них, ну, считай, 20-я часть. Интересно, когда же они урожай собирают? Так вот, то, что я пью, это апрельский белый чай, он собран в апреле, мы сейчас... Он собран в апреле, но посмотри, какая прелесть, это почки, которые только-только вылезли почки, он, естественно, у нас, это самый север, эти почки вылезают позже всех остальных мест на свете. Они самые сильные на этом. И это представь, ты не представляешься, какой он тонкий, и цвет у него, посмотри, он... Розбор. Но, интересно, что они же успеют... Кстати, сегодня тоже пила прекрасно сами купочки, я без почек теперь уже не живу. Это называется апрельский белый чай, а у меня есть еще на завтра и на послезавтра майский зеленый и майский черный, то есть они успели еще и сделать в этом месяце уже урожай, и это все двадцатого года, все, так сказать, этого года. Удивительно. Геннадий. Понимаешь? Геннадий. Да. У меня к тебе квиз. Да. Как называлось вологодское масло до того, как его в советское время назвали вологодским? Масло всегда подавалось к чаю. Масло было экспортом, предметом экспорта из России, масло делалось... Как как диванширские сливки? Ну, примерно, очень близко. Тепло, тепло. Не знаю. Горячо. Не знаю. Парижское. Парижское масло? По нормандским рецептам. Слушай, Петр многому все научил, и клиенты были очень demanding. И если они там имели такое прекрасное масло, которое им нравилось, естественно, их масло не должно было быть хуже. Как ты знаешь, нанимались самых лучших специалистов, и, как ты знаешь, приказ создать фарфор в России, это был абсолютно насильственный приказ. Это нужно было создать быстро. Отправляли сколько экспедиций в Китай. Первая экспедиция ничего не привезла. Отправили экспедицию для того, чтобы они привезли рецепт фарфора, как ты помнишь. И русский человек договорился с китайцем, что тот ему продаст, но казначей не выдал эту большую сумму. Соответственно, весь эта экспедиция вернулась обратно, все были недовольны, через три года они поехали снова, и они получили некую формулу. Но потом двор нанял шведа, доверив ему, оплатив ему всю аллокацию его семьи. Его зять был признан каким-то очень способным миниатюристом. Ну, ровно через несколько лет цель его импорта была именно для того, чтобы доверить и получить технологию фарфора, научить местных, потом его выгнать и продолжать это дело. Короче, швед оказался талантливее всех, он не знал никакой формулы, он ничего не собирался, но он пытался что-то создать, но виноградов, который, по-моему, виноградов звали, молодой человек виноградов, который был нанят ему в подмастерье, он понял, что швед не в курсе, но он создал свою формулу, его держали в золотой клетке как национальное достояние, он умер, правда, в 38 лет, потому что он был отделен от семьи и прочее, с ним что-то произошло, он заболел и он не жил долго, но он воссоздал эту формулу, поэтому, естественно, борьба за это, за, Петр научил всех, как ты помнишь, ему нужны были пушки, чугун в шведской войне, он послал Демидова, сказал, давай, сколько тащили волокон до реки, с Урала эти, и все, как это называется, чугунные заготовки, и все, это же было, это, это он мой любимый, Фетр, он мой реформатор, и я готова о нем читать и слушать, и все, когда он привозил из аптек, эти фарфоровые, первые, это же были в аптеке, это же медикаменты хранились в этих фарфоровых емкостях, поэтому, естественно, ему хотелось из них пить и жить, и все эти вещи есть у него в консткамере, вот, кстати, куда детей надо отвезти, начать надо с консткамеры, с любопытства и с фантазией, в чем не ограничивал себя, и он потреблял, москвич прекрасный, высокого роста, но абсолютно мой герой, поэтому, действительно, чай, это, ну, на мой взгляд, это самая идеальная беседа, по крайней мере, ты можешь с любого, с любой темы подойти к нему, хочешь краснодарский чай, хочешь полотно живописи, всегда все были изображены с чашкой чая в руках, ну, это мы знаем, даже для того, чтобы браслетики и кольчики показать, и не нужно было локоть выставлять на пустой стол, всегда была или розочка фамильная, или чашка чая красивая, сербать, не сербать, это его картина не передавала, но характеры остались, правильно, и в этом, конечно, и вот эти, но мы с тобой можем угадывать, ну, поверь, на любой картине, я не знаю, фешина, или, я уж не говорю, но, коровина так же, но уже ты точно поповский цвет узнаешь, потому что попов еще и поставил себе завод красок, для того, чтобы это было красиво, ярко, и в этом он тоже преуспел, поэтому борьба за качественный материал и закраски, потом за дизайнеров хороших, она, естественно, не могла не привести к этому расцвету русского фарфора, и я за него горжусь, я вообще не хочу, чтобы создавалось впечатление, что все, что у нас есть, это кобльтовая клетка и сетка, нет, абсолютно, все намного глубже, только этим нужно чуть-чуть интересоваться, нужно открыть глаза, нужно посмотреть и доверить экспертам, правильно, дорого или дешево, как хороший чай, начать нужно с хорошего, и потом понять, как это можно оптимизировать, начать можно с моей прекрасной, вот, с хорошего, красивого, качественного, я не говорю, все не любят, и мы с тобой, помнишь, обсуждали в Антикленде, в Антикленде, ой, Копорье, моя любимая Копорье, деревянное зодчество, самое красивое, помнишь, мы обсуждали в Антикленде с тобой Zoom in, Zoom out, что безупречное качество, и ты думал, что, может быть, есть реставратор, или как-то это все доводится до ума, нет, представляешь, если есть у них реставратор, они прописывают это на этикетке, этикетка, значит, качество в чем-то, нужно быть более осторожным, верно, мы забываем об этом, когда я, после того, как я приношу от реставратора, я считаю, что все должно работать так же, и вода горячая, заливаться нет, может надержать воду, может быть, просто как семейный реликвий, да, и может быть, кинцуки, это как раз прекрасный выход, и без японцев нам не обойтись, у меня уже два предмета на Японию стоит в очередь, поэтому я до сих пор у моей бабушки была... Ну, давай мы все-таки завтра поговорим побольше про фарфор, я хочу, чтобы все подготовились, я сегодня сделаю пост про книгу, я хочу, чтобы все были готовы, все были в тему. Я хочу просто завершить тему, не то, что завершить, а просто завершить мысль, не тему, тема бесконечная. Завершить мысль о краснодарском чае, вопросы тут многочисленные поступают, а где его покупать, я, честно говоря, в магазинах в Москве его не особенно видел, но у продавцов чая он есть, в Сочи, если вы приезжаете, все эти плантации, это город Сочи, вы понимаете, что село, например, Солохаул, Дагамы, Сахин там, это все район Большого Сочи, это районы Сочи, поэтому, естественно, что в Сочи, там везде, в каждой лавке продается краснодарский чай. Вы видите, 85 гектаров, это маленькое производство, он может и не доходит, но, если говорить о том чай, который я пью, меня спросили, это, я вам уже рассказывал про ребят, которые сделали русский караван, компания Нитка, они, у них в Москве есть где-то лавочка на Большой Ордынке, они привозят вот этот вот чай краснодарский, и я завтра попробую зеленый и черный послезавтра, с тем, чтобы палитра, вся эта была интересно, от слабо ферментированного и не ферментированного до сильно ферментированного чая. Но меня вообще завораживает история, и мне очень хочется, чтобы с краснодарским чаем все сложилось, и кроме Адама и Антонина еще были какие-то люди, которые в этом всем заинтересованы, потому что, ну, ребят, мы все время говорим русское чаепитие, русское чаепитие. Понятно, что для русского чаепития привозился чай из Китая, из Индии, но тем не менее у нас есть свой чай, самый северный чай в мире, неплохой чай, интересный. И вот то, что я сегодня пью, белый чай, то есть люди заморачиваются, понимаете, и то же самое в Грузии. Помните, я рассказывал на улице Табидзе, чайная лавка, человек сам делает ферментацию. Очень хочу, очень хочу. Послушай, в Турции, на Черном море. У меня для тебя есть его чай. Ой, спасибо. Как только границы рухнут, я смогу тебе передать вместе с книжками этот самый грузинский чай. Это тоже интересно. И на самом деле, ну, понятно, что грузинский чай, краснодарский чай, это все, так сказать, это все русское чаепитие, потому что, ну, это было точно так же. Можно я даже поправлю тебя? Нужно дать выбор. Вот я хочу китайский, я люблю этот чай. Вот я хочу попробовать этот цейлон, который всегда был в России, его всегда привозили, его всегда ценили, его всегда били и знати, и купцы, и аристократы. Это всегда было прекрасно, это ценили. Хороший китайский чай, это была валюта, как ты знаешь, да? Поэтому, если у человека есть выбор, ну, послушай, я пришла в гости, я вижу роскошный сервиз, я вижу прекрасную скатерть, и ты мне красиво не просто чайку выпьем, хотите, предложу вам краснодарский чай? Вот такого года. Татьяна, хотите, предложу вам краснодарского чая? Этого года, этого года, от Адама и Антонина, да? Да, от Адама и Антонина. А хотите белого Доржелинга? Кстати говоря, хорошего белого Доржелинга. Дорогие друзья, а из какой кружки? Пишут, что есть другие производители в Сочи. Дорогие сочинцы, дорогие краснодарцы, пожалуйста, пишите, если вы знаете интересный чай, краснодарский чай, пожалуйста, не держите это в себе, в комментарии, в посте, пожалуйста, пишите, либо комментарии в посте, либо мне в личные сообщения, в директ, пишите, я с удовольствием попробую, и мы с удовольствием расскажем. Потому что я считаю, что это те люди, которых мы, ну, хоть вот нашим бла-бла-бла, но должны поддерживать. Потому что... Послушай, мы поддерживаем наши, мы поддерживаем производителя, ремесленника, я все отдам за ремесленников, ты знаешь. Я поддержала в своей жизни очень много ремесленников, сделав все за них очень много, чтобы им удалось продать. Потому что я верю только в ремесло, я верю в кривые, косые вещи, я верю вот в то, что я не буду ни на кого похожа. Поэтому то, что эти люди делают руками, то, что они срывают эти листики, то, что они его доводят, готовят этот чай, то, что кто-то расписывает фарфор, кто-то возится, русские самоцветы сохраняют в моих брошях свою технологию. Да я все сделаю и поблагодарю каждого, кто эту брошь купил, потому что я сохраняю и рабочие места, и ремесло. И людям нравится рисовать мои цветы, потому что это очень просто. Каждый знает, у каждого на мой цветок есть свои чувства. Поэтому... И это не то, что моя удивительная идея, просто эти удивительные идеи вокруг нас. И поэтому красиво накрыть стол и сделать выбор чая, правильно, который мы храним, и красиво рассказать о чае, вот тогда это будет действительно гостеприимство. Можно я тебя заинтригую немножко? Конечно. А к завтрашнему эфиру тебе из Риги совершает 100-летнее путешествие посылочка. Путешествует примерно 100 лет, и должна узнать, она мало того, что тебя порадует, она еще... Не было ни одной квитанции. Ничего. Раздастся звонок в дверь. Геннадий, давайте еще тему мебели. Розы, броши будут. Все ответим. Спасибо. Перекличка. Умоляю, сделайте мне приятное. Прекраснете. На Украине. В Украине Одесса с двумя С или одним. Я все знаю. И я контролирую свои слова. Сергей Пасад, спасибо большое. Мне жаль, что я очень люблю Украину, поэтому не нужно было так дискуссии здесь отвлекаться от нашего с Геннадием эфира. Краков. Впервые Краков. Я не видела до этого. Перек. Прекрасная моя Лора. Москва, Октябрьское поле. Ленинград, Бирмингем. Алексей, кстати, Слоновой Косте доверился вчера. Днепр, Сколько же у вас времени? Вы же уже спать должны. У вас там час ночи. Екатеринбург, Смамск, Одесса, Одесса, Нью-Йорк, как прекрасно. Африка. Женева, Киев, Москва. Это мне нравится. Я летала через Белоруссию. Белоруссия. Волконка. Красивая. Геолокация. Белая церковь. Роскошная. Лимассол. Елена, спасибо. Матя с золотыми. Сейчас напишу вам про Матю с золотыми вкраплениями. Это мое утреннее было сенсацию. Спасибо. Вашингтон. Елена, а мне покажется Кипр? Я никогда не был на Кипре. Татьяна была, а я не был. И я тебя не перестаю хвалить. Темирязевский пас. Как красиво. Ницца. Как приятно. Тверь. А Твери, кстати, прекрасные заводы. Ницца, кстати говоря. Ницца. Что касается русского чаепития, вот где было место русского чаепития. Это и было. Все было в Твери. Ницца. Я в Твери Ницца. А, Ницца. Но и Тверь. В Твери были и заводы. В Твери были и сыры. В Ницце это долго еще сохранялось русское чаепитие. Потому что... Французы это изо всех сил поддержки. Русские. Русские, которые успели уехать. Они обожают русское чаепитие. Почему и Пушкин такой популярный в Париже? Потому что это для них это то, о чем они мечтают. Поэтому французы ценят чай. И умеют с ним возиться. Умеют пригласить в гости. И не дать тебе скучать. В общем, дорогие друзья. Завтра у нас Кузнецовы. Братья Корниловы. У нас всякая разная интересная история. Попов. Связанная с русским фарфором. В котором я абсолютный дилетант. И только начинаю его любить. Татьяна его любит уже какое-то время. Чуть дольше, чем я. На самом деле. Чуть дольше. Это в любом случае в миллион раз больше, чем я. И мы ждем вас завтра в 5 часов. Прощаемся с вами на 23 часа. И следите за нашими анонсами. Присылайте вопросы. И пишите нам приятные ваши сообщения. Мы это любим. Геннадий, ты так деликатен. Ты никогда не говоришь, какой день недели. Ты всегда говоришь завтра. И ты не ранишь. Потому что я потеряла счет дня в неделе. Завтра, Таня. И 5 часов вечера. Если ты хочешь знать, завтра, суббота. Алексей Избечников. Очень приятно. Он ходил в Сайгон пить кофе. И, в общем, у нас были те же адреса и букинисты. И все прочее. Очень приятно. Спасибо всем. Мы прощаемся. Я не вижу больше геолокаций. До встречи через 23 часа. Какие комплименты. Как мило. Как можно попрощаться красиво. Спасибо большое. Спасибо, Павел Попов. Благодарна вам. Всегда вас рады видеть. Будет Астория. Мы, наконец, когда-то увидимся. Хорошо. До свидания. Спасибо. Чудесная вы. До свидания. Спасибо.